Друзья, всем привет! Вы наверняка видели уже, как команда Гамбит выиграла мейджор, однако каждый из вас наверняка помнит момент, когда они были в шаге того, чтобы проиграть полуфинал Астралис. Третья карта, счет 13-11, и раунд за раундом Астралис начинают за дефенс набирать на трейне, и нужно было принимать какое-то особенное решение. И инициативу на себя взял капитан команды Зевс. При счете 13-11 на эко-раунде он просто стоял в теровском респауне и говорил своим ребятам, что нужно собраться, что нужно придумать какой-то план и, собственно, его придерживаться. Ребята приняли решение сыграть раунд SK Gaming, который я, собственно, и хочу вам показать. Смысл его заключается в том, чтобы правильно раскидать аплент и распределить роли таким образом, чтобы тройка игроков выходила из сотки и двойка прорывала вверх-вниз. Под раскидочку, под огромное количество смоков молотовых и флешек этот пент занимается, и защите очень трудно принимать такой выход атаки. Сейчас подробно с вами рассмотрим каждый из этих дымов, каждый вейпоинт игроков, и, самое главное, их установку на этот раунд. Например, Адрен и Дося — это два игрока, которые делают первую агрессию. Они кидают ранние смоки, смок Адрена летит между первым вагоном и вторым. Задача Дося же в этом раунде — кинуть смок поближе, то есть он падает перед трансформатором и рассчитан на быстрый выход из сотки. Из-за этого им тут же прилетает молотов в сотку, и они выходят отсюда лишь только после того, как он заканчивается. Задача Адрена здесь — как можно агрессивнее действовать, выходить и пытаться найти свою жертву. На это рассчитан раунд. Дося же ему помогает, нашивает через смоки, какой-то там дополнительный огонь создает. Ну, в общем, они вдвоем очень жестко напрягают из сотки, они главные агрессоры этого раунда. Но есть Рустем Моу Телепов. Он же здесь отыгрывает роль слегка более пассивную. Сейчас рассмотрим, какую. Дося, кстати, вообще очень жестко раздал. Вы видели? Два фрага в смок. Так вот, Моу дает смок после того, как уже выходят ребята из сотки в плент, чтобы Зевс поставил в него бомбу. Кидает флэш на плент, который позволяет свободнее себя чувствовать Адрена и Досю и флэш от оппонентов. Ну и поддерживает их различным образом, контролит позиции типа неба, кидает молотов за плент, чтобы защита не могла занять удобные позиции. Ну и таким образом в дальнейшем он помогает Досе и Адрена, ну и в итоге получает пулю от девайса с зеленью. А вот звено Хоббита и Зевса, оно действует в другом направлении. Хоббит кидает молотов на 33, создает видимость движения на котлах и кидает смок в зелень. Он отрезает снайпера, он отрезает сразу двух игроков, как оказалось в этом раунде, ну и является очень полезным. Это понятно по дефолту. Зевс же кидает немножечко другой смок. Он летит справа от плента и тоже ограничивает видимость игроков в коннекторе. Затем он падает под собственные две флешки, убивает Дюпри, который был главной проблемой у Гамбит на протяжении, наверное, всей второй половины. И ставит бомбу. Собственно, Хоббит в этом случае просто смотрит Б, в итоге он поймет, что никто с Б не идет и пойдет обходить в спину. Размены на пленте продолжаются. Бомба установлена еще до того, как все смоки развеялись. И в итоге очень удобно здесь Гамбитам и ставить плент, и перестреливаться, а у Астралис же, наоборот, позиции были просто ужасными, потому что занять хорошие им не дали молотовые, флешки и дымы команды Гамбит. Вот сейчас нам покажут еще после этого фрага карту. Здесь Хоббит, в принципе, уже, как вы видите, к моменту, когда бомба почти взрывалась, уже начал обходить в спину, искать девайса. Ну, в общем, раунд оказался настолько успешным, что Гамбит принял решение очень смелое не просто сыграть его сейчас, но и сыграть его в следующем раунде. То есть при счете 14-12 Гамбит полностью копирует этот же раунд с этими же раскидками, и он работает, несмотря на то, что Астралис сделали укрепление, то есть не сыграли вчетвером по да. И близкие позиции тоже не помогли датчанам здесь убить, и даже, наоборот, сделали задачу для Гамбит намного проще. Они смогли убить оппонента еще до установки бомбы и легчайшим образом взять раунд. Собственно, вот такой сегодня от меня вам видосик. Я продолжаю праздновать победу Гамбит, и я тоже думаю, что вам было интересно увидеть вот это. Как по мне, если бы не этот раунд, и если бы не эта мысль, которая пришла Зепсу в голову, то, возможно, они бы не вышли в финал, возможно, бы они не выиграли мейджор. Но это случилось, и спасибо тем незимым силам, которые подсказали ребятам из Гамбит решение, как победить команду Астралис. И поздравляю их еще раз с победой. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, и пусть вам везет в этой жизни. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok